Доброе утро! Всем доброе утро, дорогие друзья! Good morning! Bonjour! Hello! Шалом! Доброе утро! И мы продолжаем изучать пертья. Вот очень правильную Джулия Бендель. Шалом! Так мы сделаем. Все. Татьяна Махнова. Всем доброе утро! О! Из Биробиджана. Татьяна Талисова. Сколько евреев в Биробиджане, интересно? Еврейско-автономная область Биробиджан. Мне говорили, там вот такие вот комары летают, большие, как кулак. Это правда или нет? Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать пертья. Вот третья глава, которая нам рассказывает о Максим Перечнюк, Алекс Чириевич. Всем привет! Борис Малеров. Доброе утро! Все. Значит, видите, сегодня мы вовремя начали. Тренинг закончился. Шашара Кац. И мы продолжаем изучать Тору. Икрасть сегодня Мишна, как правильно к ней вообще относиться, как это все работает. Значит, Вова Симоненко. Все. Значит, вот послушайте, очень интересно. Третья глава, она еще раз о том, как спастись от греха. Что такое грех? Грех – это как темнота. Там, где нет света, есть темнота. То есть, сама по себе темнота не существует. Не такое понятие, как темнота. Есть отсутствие света. Это очень интересно. Как-то вот есть свет, он светит. Убрать свет, остается темнота. Значит, темнота – это изначальное состояние мира. Как будто бы нет ничего, потом идет свет. Да? Свет – это божественный свет. Теперь в нашем мире, в интеллектуальном мире, божественный свет, он передается, это как Тора, это и есть свет. Тора, само слово Тора – учение, оно однокоренное со словом, не однокоренное, оно звучит точно так же, как слово свет. А ора – это учение, ор – это свет. Интересно, когда учение – свет, на верите звучит одинаково. Учение – свет. Значит, вот этот божественный свет через слова Торы, он заходит в мир, и человек может его понимать. Понимать, то есть, идет понимание Торы. Тору, значит, можно получить только от пророков. Только от пророков можно получить Тору, да, то есть, Бог через пророков передавал учение, свое знание, передавал людям. Там, самый главный пророк – это Моисей, Моше Рабейну, который получил Тору на горе Синай 3300 лет назад. И дальше мы изучаем Тору, которую получили от Моше. Как бы, вот утром, когда ребенок маленький просыпается, и в ресте, ну, говорят, Тора, Тора, Цива, приказал Лану Моше, приказал нам Моше. И она Мораша, Мораша – это наследие Киилат Яков, общины Якова. То есть, Яков, Якова Вину, который получил имя Исраэль, он, были Авраамец, как Яков, они соединились с Богом. То есть, они полностью были, вот, прямо всей своей жизнью, мышлением, и всем, то есть, они были полностью соединены с Богом. То есть, Бог в этом мире присутствовал через них, Он пришел, как бы, в этот мир. Поэтому мы, когда молимся в молитве, мы говорим, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. То есть, это как раз, почему мы так говорим, потому что они, то есть, Бог, Он же всегда был, всегда, ну, то есть, Он создатель мироздания, Творец. И Адам, Он создал первого человека, это человек, Он воспринимал Бога. То есть, это был тот, кто воспринимал Бога, и Бог мог с Ним общаться. Дальше шли люди, ну, вы знаете, эту всю историю. Потом был Ноах, Потоп, Новое Человечество, Бавилонская башня. Потом был Авраам, Ицхак и Яков, вот эти трое, они с Богом соединились. И Бог говорит, о, отлично, значит, вот мы с вами уже на контакте, и от вас пойдет народ Израиля, который, которому я передам Тору, и который, то есть, выполняет то, что не выполнил Адам решен. Что не выполнил первый человек? Первый человек не выполнил полное, полное соединение с Богом. А как можно с Богом соединиться? Только выполняя его волю. То есть, если ты выполняешь его волю, ты с Богом соединяешься. Если ты идешь против воли Бога, ты от Бога отъединяешься. Теперь понятно, что такое грех. Грех это когда ты отъединяешься, отсоединяешься от воли Бога. То есть ты идешь по каким-то своим раскладам и зная волю Бога, ты от нее отсоединяешься. Вот это грех. Понятно, да? Да? Мир ТОО это еще до мира. Это не допотопный мир, это мир, который был до вообще мироздания. То есть вначале все было ТООВАВО, это как хаос. А потом Бог своей мыслью, он это все структурировал и появилось вначале ТОРО, а потом мироздание. Понятно, да? Хорошо. Итак, шалом. Значит, сегодня у нас мечта Раби Ханина Бендоса. Раби Ханина Бендоса, он был, про него сказано в Талмуде, что он был последний из тех, кто могли делать великие чудеса, последний из чудотворцев. Какие чудеса он мог делать Раби Ханина Бендоса? Например, есть известная история, когда он был ученик Раббан Йоханана Бендзакая, и когда у Раббан Йоханана Бендзакая заболел сын, он пошел попросить Раби Ханину Бендосу, чтобы он за него помолился и сын выздоровел. И когда спросили его, жена спросила, говорит, что, он же твой ученик, он что, больше, чем ты? На что Раббан Йоханан Бендзака он ответил, смотри, говорит, я перед царем как министр, перед Богом как министр, то есть я захожу к нему иногда. А Раби Ханина Бендзакая, он как его слуга, как раб его, который всегда с ним. И поэтому я его попросил, он помолился и сын выздоровел. Но тут есть еще один аспект, почему Раби Ханина был чудотворец, по его слову, там шел дождь, прекращался дождь, люди выздоравливали, например, по его молитве моментально. Про Раби Ханина Бендоса сказано, что все поколение, все поколение, оно живет за счет заслуг Раби Ханина Бендоса, а сам Ханина Бендоса, это с неба раздался голос, он от шабата до шабата питается только, ну там, ведерочка плодов стручкового дерева. То есть он по минимуму выгребал из этого мира. То есть получается, что вот у каждого, например, есть какой-то человек, ну любой человек, да, у него есть вот этот его счет. Вот он делает разные правильные вещи, да, заповеди, то, что по воле Бога, это он набирает баллы. Дальше он делает какие-то грехи, да, то, что нельзя делать. Он теряет баллы и получает себе то, что, ну как наказание, такие минусовые баллы, да. Теперь и есть еще удовольствие, удовольствие, признание, слава, это удовольствие этого мира. Удовольствие этого мира, они сжигают как бы, да, те баллы, которые человек заработал, выполняя волю Бога. И получается, у каждого из нас есть такой, как счетчик, да. Так вот, Раби Ханина Бендоса, он выполнял волю Бога больше, чем все в его поколении. То есть он все делал, как Бог хотел. Он нигде не нарушал волю Бога. И он не брал никаких почестей. И он был очень бедный, у него не было денег вообще. То есть вообще он был очень-очень бедный. И получается, что у него был огромный запас, больше, чем у всех, запас в плюсе. А у Рабана Йоханна Бендоса, например, он был глава еврейского народа, он был как царь. То есть он может был цадик не меньше, чем Раби Ханина Бендоса. Но из-за того, что в этом мире он получал почет, славу, деньги, то есть он был Рабан Йоханна Бендоса царик. Да, как бы царь мудрецов. То вот так это работает. То есть самые большие праведники такие, которые вот самые большие, чье слово, оно просто меняет мироздание, которое про них сказано в Талмуде. Цадик сказал, Бог выполнил. Так вот они, чаще всего они скрытые цадики. Их вообще никто не знает, не видно. Например, самый большой каббалист, который был в Израиле лет в 50-е годы, к которому ходил учиться Хазаныш, такой открытый глава мудрецов, он ходил к нему учиться. А сам этот вот каббалист, он был сапожник. Он работал целый день сапожником и там ложился вечерком. А потом ночью с полуночи у него там к нему приходили самые великие-великие раввины, которые знали, что именно он в поколении является вот этим вот скрытым праведником. Шли к нему изучать каббалу. Но он не хотел никак, чтобы никто об этом знал. Только потом уже стало это известно после смерти его. Потому что почести, удовольствия, это же за все надо платить. За все в этом мире надо платить. Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Раби Ханина Бендоса, вот этот, он говорил следующую вещь. Он говорил так. Он говорил так, что каждый, что страх перед грехом, у него перед его хохмой, хохма это мудрость, да? Его мудрость, она меткоемет, она установится дословно, установится. И каждый, что хохмато, каждый, что его мудрость, хохма это божественная мудрость, знание Торы. Каждый, что хохмато, кодемит ли и радхито. Каждый, что у него, его хохма, знание Торы, больше пошло впереди, чем страх перед грехом. Эн хохмато мудрость, его хохма не установится. Дальше он говорит, кольше маасав, мы рубим аль хохмато. Каждый, что дела его больше, чем его знание. Хохмато мудрость, его знание Торы, оно установится. И кольше хохмато, кодемит ли и радхито, и каждое, что его хохма, знание Торы, оно опережает его дела. Эн хохмато мудрость, его знание Торы не установится. Давайте разберемся. Значит, у человека есть знание, это интеллект, да? И у человека есть желание, эмоции, желание, эмоциональная сфера. Что сильнее, как вы думаете, что сильнее? Говорят ученые, и Тора говорит тоже, что сильнее, конечно, эмоции. Эмоции, желание у человека сильнее, чем его интеллект. Например, то есть мысли, они такие люденькие, как облачки, да? Она мелькает туда-сюда, туда-сюда, кто захотел, кто захотел. Такие мысли. Вот, например, человек легко может представить, как он поднимает штангу 200 килограмм. Он легко может подумать, вот бы, там, я бы сейчас в Париже оказался, и представить себя в Париже. То есть мысль, она очень легкая. Она очень легкая. И знание, это тоже, это не, нету в нем силы никакой, да? Теперь, а желание или эмоция? Эмоция это энергия, это уже проявление, проявление знания в такое энергетическое. Например, человек подходит к закрытой комнате, комната закрытая, и он знает, что там, что там медведь. Но комната закрытая. Его знание, оно, ну, просто, я знаю, что там медведь, и что? А если он знает, что там медведь, и думает, просто думает, что дверь открытая, и у него начинает появляться, он представляет, как медведь может выскочить и так далее, у него включается страх. Страх он уже чувствует физически, и страх заставляет его убежать. То есть, вот эта вот эмоциональная энергия, или, например, человек хочет курить, вот он хочет курить, да? На патчке написано, курение приводит к плохим последствиям. Он это знает, что курение приводит к плохим последствиям. Но, естественно, что побеждает у него что? Побеждает у него желание. То есть, желание сильнее, чем интеллект, чем мысли. Так вот, Раби Ханина Бедоса, он нам сказал, если у человека иратхи, то, то есть, страх перед грехом, это первичная вот эта вот его сила. То есть, он боится согрешить. Он боится Бога, он боится согрешить. Он боится, что если он будет делать неправильные по отношению к Богу действия, то, ну, у него придет там наказание, будет плохо, не будет удачи, не будет успеха. То тогда на это очень хорошо ложится хохма, знание о том, что Бог сказал, надо делать или не надо делать. Но если у него нет страха перед грехом, он думает, да, фигня это все, то есть, знание, да, интересно. Есть люди, которые годами ходят на уроки Торы, изучают, интересно. Есть профессора, которые изучают Тору в университетах и ничего не соблюдают. Был такой там писатель Бялик, который учил, учил Талмуд, он, но курил в субботу. То есть, у них у всех есть одна общая черта. Они не боялись согрешить. А когда человек не боится согрешить, то что? Тогда, тогда его желание получать удовольствие, они намного сильнее, чем его знание о том, что Бог сказал, Бог не сказал, мудрецы сказали, не сказали. То есть, его знание о Торе, оно его абсолютно не побуждает никакому выполнению этих заповедей, потому что у него нет страха перед небесами. Мы учили в Мишле очень подробно, царь Саламой обо всем этом говорит. То есть, он говорит, что страх перед грехом решит хохма и раташем. То есть, основа хохмы божественной мудрости, это страх перед Богом. То есть, если есть, вот у обычного человека, у него много страхов. Он боится умереть, он боится потерять здоровье, он боится, что не получится, он боится, как его воспринимают. У каждого человека полно страха. Страх, это как основной инстинкт, да, инстинкт самосохранения. Что берет религиозный человек? Он берет этот страх и говорит, что буду всего бояться? Я буду бояться Бога. Я боюсь Бога и боюсь согрешить. Если я буду с Богом в хороших отношениях, мне нечего бояться. То есть, Бог мне обеспечит мое будущее, будущее моих детей, моя вечная жизнь, мое здоровье, все от Бога. Я Бога боюсь, оп, и тут возникает сразу вопрос, что мне делать? И он начинает изучать, что можно делать, что нельзя делать. Другой говорит, а я Бога не боюсь, у меня страха нету. Я как бы, чем мне Бога бояться? И, значит, что делает? Начинает изучать какие-то правила. Вот интересно, я сейчас вспомнил. Когда Авраам, Авраам Варину, про отец наш Авраам, он пришел в Египет. Он пришел в Египет. Он попросил Сару говорить, скажи, что ты моя сестра. Почему? Нету страха перед Богом в этом месте. То есть, человек, если у него нет страха перед Богом, который везде, везде он с ним, он может в какой-то момент сделать любое преступление. Он знает, что нельзя. Знает, что это неправильно. Знает, что нельзя курить. Но пока он не испугается, если бы он вот прям знал, что за каждую сигарету ему руку отрубят или палец отрубят, он бы никогда бы ее не взял. А написано, что вредит здоровью, он не боится пока. То есть, страх – это очень мощная, мотивационная, движущая сила. Теперь дальше. Дальше вторая часть была Мишны. Кольше Маасав Мерубим Аль Хахмато. Значит, Маасав – действие. Тора, тот, кто учит Тору для того, чтобы делать, тому написано, даже Пертьявот тому с неба помогут и учить, и обучать, и запомнить, и делать. И интересно, что когда евреи получали Тору на горе Синай, они, их подход был какой? Их подход был такой. На Севеннишма. Сделаем, а потом разберемся. И вот этот подход делать, когда человек говорит, я готов делать, даже я не понимаю толком, зачем, почему делать. Но он готов делать, тогда его, он будет к действиям приложиться понимание. Если человек говорит, я должен вначале понять, а потом буду делать, то тогда у него понимания никогда не хватит для того, чтобы делать. Потому что у человека есть три части. Вот смотрите, есть часть понимания, мышления. И мышление – это такая внешняя, это как кора. Если говорить по психологии, то тут есть такая часть, неокортекс, такая как салфетка лежит на мозге. Вот эта салфетка – это понимание. Это то, что человек понимает слова, он может обмениваться словами. У него там есть логика, он может делать выводы, он может думать о каком-то будущем. То есть это же все фантазия. Будущее – это фантазия, прошлое – это фантазия. Мышление, вообще все мышление человеческое – это виртуальный мир фантазии. То есть когда человек находится в мире мыслей, то это не реальный мир. Это мир мысли. Любая мысль, она нереальна, она виртуальна, она воздушна. То есть и вот это вот то, что делает человека человеком умение мыслить. По факту человек в своих мыслях, он живет в виртуальном мире. Дальше есть желание, эмоции. Эмоции – это вторая часть. Эмоции есть у млекопитающих тоже. Они живут в мире эмоциональном. То есть хочу, не хочу. Удовольствие – страдание. Два простых полюса. Удовольствие – страдание. Избегать страдания – получать удовольствие. И все это в краткосрочной перспективе. У животных нет долгосрочных планов. У них нет морально-этических проблем. У них нет размышлений, что я буду делать в следующем году. И у корова не думает, как я следующую зиму проживу. У нее нет этих мыслей. У нее нет понятия, следующая зима там и так далее. У нее есть вот ее мир, это сейчас. И вся эмоциональная сфера человека, она работает по этому же принципу. Хочу – боюсь. Хочу – боюсь. Виртуальная сфера, она сверху лежит на эмоциональной. И есть еще физическая сфера. Физическая сфера – это автоматизированное тело, автоматизированные привычки, которые… Ну, человек там ходит, спит и так далее, там все автоматизировано. Теперь управляет действием эмоция и интеллект. То есть человек действует, у него должен пойти сигнал, да, то есть идет сигнал. Надо сделать это. Потом идет как бы вопрос. Хочу или не хочу я это делать. И потом идет выполнение. Так вот, если у человека на уровне действий, он не собирается делать действия. Если у человека на уровне эмоций, он не хочет, то знание, оно не может этим управлять. Знание – это как всадник, всадник, который сидит на огромной лошади. Поэтому нам сказал Раби Ханина Бендоса, он нам сказал так. Первым делом нужно разобраться со своей эмоциональной сферой. Или ты боишься Бога, или не боишься. Если человек Бога не боится, тогда знания, у них не хватит сил заставить его действовать. И знания будут просто знания. Да, я там Тору изучаю. Да, ну интересно, да, интересные уроки, вообще интересно. А делаешь что-то? Не, не делаю. Чего? Ну, не хочу, нету сил, нету того. Это все отсутствие страха перед Богом. Интересно, что вот я лично стал религиозным человеком из-за страха. Да, я могу честно сказать. Что у меня был момент в жизни, когда я очень сильно испугался. Были такие обстоятельства в жизни. У меня был прям страх за свою жизнь. Ну, то есть у меня было ощущение, понимание даже, что моя жизнь, то, как я ее вел по своим каким-то правилам, она подошла к концу. Я тогда подумал, что, ну вот все, я не знаю, как вырулить из этой ситуации. Я тогда обратился к Богу. И Бог меня вырулил, да, из этой ситуации. И я понимаю с тех пор, что, ну, я верю в это, да, я это чувствую. То, что Бог управляет миром. И у меня есть страх перед Богом. Реальный страх, что если я буду делать что-то неправильное перед Богом, то есть то, что называется грехом, то тогда никакие мои там размышления, никакие мои планы, действия, они не помогут. Понятно, да? И дальше, когда я Бога боюсь, дальше к этому добавляется, добавляется к этому, а как? Что я не должен делать? Что запрещено? А что я должен делать? То есть тут есть еще страх перед Богом, это он позволяет остановиться от греха, не делать то, что Бог запретил. Желание делать, оно заставляет делать заповеди. То есть вот есть два аспекта. Есть заповеди повелевающие, делай, а есть запрещающие, не делай. Так вот, например, человеку хочется какую-то запрещенную еду, прям сильно хочется. Но если он боится, что там есть яд, что она отравлена, он будет ее кушать? Не будет. То есть если у него реально есть страх, я скушаю там и не дай Бог умру, он не будет. То есть страх останавливает от греха. Теперь надо сделать что-то, надо сделать что-то. Если у меня есть... Опять же, тут интересно, что когда не выполняются повелевающие заповеди, то наказание, ну или меньше, или нет. То есть ты просто не зарабатываешь баллы. То есть тут интересно, когда человек, он нарушает запреты, то он очень сильно попадает в опасную зону. Когда он не выполняет повелевающие заповеди, он просто не набирает баллы. У него нет валюты просить у Бога что-то. То есть в этом мире все очень равновесно. Ты делаешь то, что Бог сказал делать. А что он сказал делать? Учить Тору выполнять заповеди, помогать другим людям. Ты создаешь себе бонусы. Ты делаешь запрещенные действия, ты создаешь себе дыры, ямы в твоей там на небе счете, и ты ставишь себя под опасность. Не то, что Бог тебя наказывает. Ты просто снимаешь себя как иммунитет, защиту. Понятно, да? То есть, хорошо, давайте подведем итог. Что нам сказал Рабиханина Бендоса? Он нам сказал, что главное, это пробуждать у себя страх перед Богом. Тогда на него очень хорошо ложится божественное знание, и ты начинаешь его действительно прислушиваться к нему. И второе, что он нам сказал, что надо делать. Делать заповеди, и тогда знание к ним приложится. То есть, первично, эмоция и действие в служении Богу. И когда у тебя есть эмоция и действие, знание приложится. Если у тебя первично знание, а потом начну делать, потом начну делать, то потом не наступает обычно никогда. Все. Значит, я желаю всем нам страха перед Богом, который приведет к защите от всех неприятностей. То есть, страх перед Богом спасет от всех остальных страхов. И, значит, делать заповеди, что даст нам бонусы, дивиденды и заслуги перед Богом, чтобы в заслугу вот этого действия, чтобы можно было у Бога попросить все, что надо, и получить. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok